Дорогие друзья, всем привет! Вот и началось моё путешествие по Латинской Америке без планов и без обратного билета. Сегодня я вам расскажу про то, как я на это решилась, что я беру с собой, какие страны я хочу посетить и где я сейчас нахожусь. Погнали! Я расслаблена, эту жизнь живу, доверяю я потоку, создаю, творю. Ну что ж, сейчас я нахожусь на острове Кайококу, это Атлантический океан. На Кубе я приехала сюда на одну неделю, чтобы отдохнуть полностью перед своим дальнейшим путешествием. Путешествие по Латинской Америке я загадала ещё лет пять назад, я ходила в этом мечтала, много думала. Университет в Венске еле закончила только с одной мыслью о том, что вот всё, я закончу и полечу в это путешествие. Было много моментов, которые мне не нравились в моём университете, и в самые сложные моменты я себе говорила, вот сейчас закончу и полечу. И вот я исполнила своё желание и держу своё обещание перед собой. Расскажу вам, что я здесь делаю. Я приехала сюда на одну неделю, да, как уже сказала, я живу в пятизвёздочном отеле, мне нужно было просто отдохнуть, потому что работа, учёба, очень много всего было за последнее время. И я уже не помню, когда последний раз вообще отключалась с интернетом. На этом острове интернета практически нет. Даже если в отеле пишут, что интернет есть, его нет. Вот. И те сколько-то мегабайт, которые у меня есть в день от моего российского оператора, они тратятся супербыстро, но они мне нужны только для того, чтобы там забронировать какие-то следующие отели, куда я дальше поеду. Вот такие новости. Что я здесь делаю? Я здесь отдыхаю, очень много сплю, очень много отдыхаю и записываю курсы. Что мне безумно нравится, потому что вот с таким прекраснейшим шикарным видом делать это намного проще, намного класснее. И мне безумно нравится результат. Мне не хочется что-то по 10 раз перезаписывать, потому что просто такая красота, что я сама записываю видео, и тут пролетают 4 пеликана. И я просто стою, думаю, ну как записывать можно в такой красоте? Вот. И я останавливаюсь, смотрю на пеликанов, и потом снова записываю. Это просто такой истинный кайф. Я поняла, что теперь я больше не хочу записывать на фоне белой стены свои курсы. Что будет дальше? Я не знаю. Я сделала список всех стран Латинской Америки. Там и острова, и страны. И ставлю около них галочки. На данный момент у меня 4 галочки. Аргентина, Бразилия, Чили и Куба. Аргентина, Бразилия, Чили я, как вы знаете, уже видела до этого. И сейчас приехала покорять столько стран, столько островов, как только. В общем, это возможно по максимуму. Я уже... Я сюда прилетела абсолютно без плана. То есть единственное, что я сделала, это купила билет до Кубы самостоятельно. Без туроператоров. Просто зашла на сайт и купила билет. И забронировала отель. Но сейчас расскажу вам главный секрет. Если вы знаете испанский... Боже мой, сколько открывает испанский дверь. Дверей, прощения. Потому что я прилетела на Кубу. И я не знала, как добраться до своего отеля. Я знала, что это минут 15 езды, на самом деле. Но я просто подошла к туроператорам. И они такие, о, класс, мы тебя вообще бесплатно довезем. Ну, я просто у них хотела спросить, как вообще доехать на такси. Они такие, нет-нет-нет, давай ты поедешь. А оказалось, что автобус, который едет в мой отель, он вообще занят. Ну, полностью весь забитый. И они меня вообще в другой автобус, который приехал еще быстрее, чем мой автобус. В общем, просто все настолько вот быстро складывается. Потом, когда на ресепшене, на моем отеле узнали, что я говорю на испанском языке. Они такие, вау, класс, все. Дали мне реально самую-самую лучшую комнату. Хотя сначала говорили, что такой комнаты у них нет. Вот. И все само складывается. Ребята, учите испанский. Жду вас на своем курсе прогресс. Вот. А из... Я уже собираю вещи, поэтому они у меня все так лежат. Это номер, суперпростой номер. Самое приятное, это то, что у меня первый этаж. Сначала мне хотелось бы дать третий. С выходом прямо на балкон. Так вот нужно выйти. И танцевать. Из таких новостей еще по Латинской Америке. Вчера купила билеты до Мексико-Сити. Через два дня я еду в Гавану, это столица Кубы. И затем еду в Мексико-Сити. Там буду несколько дней. Затем еду в Колумбию в Медельин. А на русском языке он. По-испански Медельин. И вот это вот то, что я делаю, вот эти танцы с бубнами, это из-за мошек, которые есть здесь на Кубе. Это единственное ужасное, что, мне кажется, здесь есть на Кубе. Потому что эти мошки, они сейчас еще уже солнце вышло, уже не такие активные. Но просто все ноги, все руки, все-все-все искусны, если выходишь утром погулять у моря. И здесь кубинцы даже надевают вот такие повязочки, лишь бы их эти мошки не кусали. Потому что я никогда в жизни не видела, чтобы укусы от мошек оставались так надолго. То есть уже несколько дней, четыре дня у меня держатся эти укусы, и они не проходят. Ужас, катастрофа. Что дальше? Да, пока есть только такие планы. И то я их запланировала не сразу. Я сюда прилетела, вообще не было планов. И только вчера села, все запланировала. Все само складывается постоянно. Спрашиваю у людей, куда они рекомендуют. Более того, допустим, здесь есть некоторые острова, например, Теркс и Кайкос. И я познакомилась вчера с людьми, они там были. Я у них спрашиваю, а сколько нужно туда вообще, на сколько дней туда ехать. Потому что это очень такие интересные по ценам острова. Но считается, что это лучшие пляжи мира. То есть топ-2 лучших пляжей мира. Они мне все рассказали. Они мне сказали, слушай, тебе надо столько-то дней. Тебе надо вообще... Просто я разговариваю с людьми на всех своих языках. И они супер очень помогают. Более того, я была очень удивлена, когда я ехала на Кубу. Ну, я думала, ну ладно, попрактикую я тут свой английский, испанский. Но первым делом я здесь практикую а. испанский и б. французский. И французский повсюду. Здесь так много канадцев. Когда я разговаривала с ребятами здесь, с Кубой, они мне сказали, Куба живет за счет канадцев. Потому что канадцы здесь постоянно приезжают. И я тоже познакомилась с огромным количеством канадцев. И просто вот так вот переключаемся с языка на язык. С английского на испанский, с испанского на французский. И периодически еще здесь русские люди ко мне подходят. И знакомимся. Самый частый вопрос, не грустно ли мне было одной ехать. Вообще нет. Для меня это настолько странно, потому что у меня день проходит, и я не замечаю вообще, как он пролетает. Я просыпаюсь в 4-5 утра. Время у меня еще осталось как бы российское, и я решила, что не хочу его менять. Занимаюсь либо какими-то своими делами по работе, с командой общаюсь, медитирую, какие-то свои дела делаю. Раньше еще гуляла до тех пор, пока меня не съели эти мошки. Затем у нас завтрак. Я безумно кайфую просто от того, какой формат сейчас здесь, потому что раньше я записывала курсы, и все равно это было не так эффективно, как здесь условно. Почему? Потому что здесь есть, ну, понятное дело, это пятизвездочный отель, все включено. Здесь 5 ресторанов. Ты просто вот, у тебя еда, быт, все-все разрешено. Твоя задача просто отдыхать и создавать. Отдыхать и созидать. Отдыхать и творить. Все. И это такой кайф. Это такое наслаждение. Я теперь решила, что я буду максимально записывать все свои курсы в таких условиях, потому что это про настоящее изобилие. И только в таком состоянии ты можешь выдать реально что-то классное, реально что-то необычное. И поэтому я прям очень наслаждаюсь. Давайте я просто покажу вам свой завтрак. Примерно так выглядит мой завтрак. Иногда еще ужин или обед. Вот такая тарелка счастья. Я прям буду очень благодарна вам, если вы напишите в комментариях, какие места обязательно нужно посетить, по вашему мнению. Потому что я, допустим, сейчас еду в Мексику, и я, когда смотрела на билеты, думаю, что ж такое там. Ну просто, а мне еще здесь интернет не грузят. Это вообще катастрофа из-за этих мегабайт. И было очень сложно что-то придумать, потому что не понимаю, куда обязательно нужно поехать, и что обязательно нужно посмотреть. Так что я буду очень рада, если вы мне напишите свои места, куда вы прям очень-очень рекомендуете поехать. Что касается острова Кайя Кока, на котором я сейчас нахожусь, я прям очень сильно его рекомендую всем. Вот так вот сильно на Кубе кусают мушки рано утром, если выйти без шортиков или в купальниках, то потом несколько дней вот так ходишь, все чешется, просто катастрофа. Здесь реально классно, в том плане, что здесь очень мало туристов, очень мало туристов, весь пляж для тебя. Вечером мы видим, как пробегают дикие кабаны. У меня уже туториал есть, если вы видите, что рядом с вами, в общем, на вас бегут дикие кабаны, нужно где-то найти поверхность. Например, будет какая-то лавочка на нее запрыгнуть, иначе могут вас сбить с ног. Здесь просто нереальной красоты, пеликаны, рыбы, все очень-очень красиво. Настолько флора и фауна богатые, что я просто в каком-то восхищении. Поэтому очень рекомендую вам это место. Если вам интересно, чтобы я вам рассказывала, где я останавливаюсь, как я останавливаюсь, провести свой опыт, чтобы я подчас снимала видео из этого путешествия, тоже обязательно пишите в комментариях. Я постараюсь снимать больше видео, если я увижу, что вам это интересно. Так что вот такие вот дела. Это не совсем путешествие про то, чтобы просто отдыхать, отдыхать, отдыхать. Мое намерение здесь было созидать, максимально творить, для как можно большего количества людей нести пользу. И поэтому я здесь не только отдыхаю, но также и записываю разные курсы, и еще записываю клипы для своих песен. Ну и по традиции. Так я вам люблю всегда показывать. Я беру всегда талисманы в путешествия. Раньше у меня был талисман — это земля. Но в какой-то момент я поняла, что все, больше не могу носить землю. И теперь у меня вот... Либо такой талисманчик на шее висит, да, солнышко и вода. Либо просто вода. Я вам потом покажу отдельно. Также у меня вот здесь вот такой вот самолет, и вот это вот мир. Да, такой вот камушек мир. И здесь у меня тоже самолет, и здесь такой же вот камушек мир. Так что путешествую по миру со своими талисманами. Все украшения я всегда талисманчики беру в магазине The Reason, и у вас по промокоду Арина 20% скидка. Так что... Да, сейчас она 20, потом, может быть, это изменится. Так что обязательно-обязательно заходите. И если вам тоже такие талисманчики нужны для путешествия, прям подбираете талисманчик под то, что вот я себя чувствую сегодня так, да, я себя чувствую сейчас так, и это путешествие я посвящаю вот этому, да, каким-то определенным намерениям. И подбираем для себя такие классные талисманчики. Продолжение следует...